Доброго всем утра! Мы начинаем нашу прямую трансляцию с первенства Европы среди юниоров, которая проходит в городе Минске в бильярдном клубе Европа в самом центре города. ТВ-100 у нас под номером 23 и встречаются Валерий Чижов из Великой, это Беларусь и Андрей Асьминин. Фамилия очень даже известная, сами понимаете, что он из Ростова-на-Дону, младший брат Владислава. Валера Чижов сейчас у стола, восстанавливает пирамиду, будет разбивать. Играют свободную пирамиду, так называемая «американка». Предварительный этап соревнований до четырех побед. Наверняка вы слышите сейчас, как один из рефери рассказывает правила игры. Ну и Валера, и Андрей, стреляные воробьи у нас. Правила прекрасно знают вообще очень много участников, которые уже давно нам известны. Выжидает паузу, еще чуть-чуть и первый удар на ТВ-столе будет произведен. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Я сегодня пригласил судью, и произнесла какая-то ошибка, то решается вопрос отбраски надежды. То есть, отбраска она говорит о том, что она будет другая, в этом случае решается получать надежды. Вопросы были, конечно, в нашем деле, что... Ну все, финальный инструктаж был проведен. Нет. Итак, разбой производит белорусский игрок. Не точно Андрей выбирает, что ему сейчас играть. Очевидных подставок пока не видно. Ну, в принципе, лично я не знаю, как вы, ожидаю очень мощные атакующие игры. Юноши у нас любят постучать от души под железо. На разминке лузы просто крещали. Ну вот, первый пошел. Неплохой контакт шаров произошел сейчас. Ну, я так понимаю, осмысленно. Достаточно тонкий свояк, но играть можно. Нет, выбирает все-таки понадежнее вариант. С борта играть, конечно, неудобно. Сорвал удар, было заметно. Ну и по звуку контакта наклейки шаром было слышно, что тут не то. Вот игрыш. Вот игрыш, мягко говоря, не очень. Как-то не поставил на борт, как хотел Валера эти шары. Очень простой вариант. Вот игрыш его Андрея. Просто, зато надежно. Рискнул и сейчас поплатится за этот риск. Спасибо. 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 Неплохо по выходу. Насколько я знаю, эти столы, то можно играть в такой шар. Достаточно уверенно практически любым из доступных. Первая трансляция из Клуба Европы у нас была в феврале этого года, когда проходил форумский турнир сайта BillardOnline.com. После этого отсюда же транслировалось и первенство Республики Беларусь. И вот сейчас дошли до того, что в Клубе Европы проходит первенство Европы. На самом деле, самый большой клуб из имеющихся в Минске. Много столов и все сейчас заняты. 70 человек из Украины, России, Белоруссии и Молдовы тут собрались. 47 юношей и 23 девушки. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, все мы прекрасно понимали, что надо было делать подбой пирамиды. Подбой-то состоялся, только не очень удачно для Валеры. Могло бы и побольше шаров отколоться от остатков пирамиды. Чем богаты, тем и рады, играя за чужой угол. Не точно, сильно, но не точно. Никак не выйдут у нас спортсмены на серию, ни россиянин, ни беларусь. 2-2 сейчас счет этой партии, не знаю как на втором этаже, но здесь у нас достаточно много зрителей. В первую очередь, конечно, взрослые. Мамы, папы юных спортсменов тут собрались, наблюдая за выступлением из своих чат. Мамы, папы юных спортсменов тут собрались. Мамы, папы юных спортсменов тут собрались. Это Малюшовы-Берваруи, Подземухова, Россия. Еще один подбой, стало повеселее чуть-чуть, но не на много. Пошел открытый хоккей, достаточно раскованно действуют оба игрока. Собственно, чего еще ожидать от американки. Бей-беги. Все началось с того, что достаточно аккуратно разбил пирамиду Валера Чижов, теперь приходится отыгрываться. Бей-беги. 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 очень сильно напоминает своего брата андрея смен столь же обстоятельно правда не столь удачен любопытно сейчас у нас на тв-столе играет осминен младший а за соседним 24 столом играет курт младший у евгения курт и есть брат также который также бильярдист его сейчас очень многие поддерживают около десяти человек наблюдают за этим матчем не знаю к сожалению с кем он играет посмотрите сетку у меня сейчас нет интернета поэтому уж извините одностороннее общение не в чате не на форуме нигде не смогу с вами пообщаться пока что надеюсь что это временно естественно как понимаете даже не знаю смотрите у нас не смотрите надеюсь что смотрите поверьте что будем для вас показывать самые интересные матчи судейская коллегия естественно знают что у нас есть тв-стол и выбирает самые лучшие пары асьмин и чижов на самом деле еще вчера когда увидел турганиную сетку я понял что этот матч надо показывать не уладится по каждую с забитыми шарами но повторюсь это наверно временно удастся от нам Продолжение следует... ...со свояками не очень. С чужими, конечно, тоже плоховато, но со свояками еще хуже, как видим. В общем, давно замечено, что юниоры и юноши, неважно, до 18 лет или чуть после, играя в американку, предпочитают чужих под железо. Своейками они оперируют не очень. И наигрыша в Москву, конечно, тоже немного. Самая популярная игра у нас все-таки, это свободная пирамида. Опять не проходит шаром. Да, несколько досадно. И это тот самый Валера Чижов, который года три назад, по-моему, в Санкт-Петербурге на Кубке Европы сыграл максимальную билию. Казалось бы, кладет парень очень даже неплохо, а тут пока не идут шары. Хороший удар. Вот то, чего не хватало Андрея. Внимательно смотрит, как стоит шарик. Неплохо стоит, играть надо. Играть надо, причем с выходом. С выходом под слойка. То, что доктор прописал. На сильном ударе есть шанс еще подбить оставшиеся шары на точке пирамиды. Все грамотно. Спасибо. Спасибо. Два шара остается, Андрея, для выигрыша первой стартовой партии. А у меня по-прежнему нету интернета, и неизвестно, кто нас смотрит. СМС-ку, что ли, сбросьте? Спасибо. Спасибо. Очень хороший шанс для Валеры Чижова догнать Андрея. Надо, конечно, решать исход партии в этом подходе. Но второго шанса может уже и не быть. Шесть шаров, конечно, тут пока не видно, но если грамотно распорядиться тем, что имеется на столе, то можно. Неужели я посчитался, да, всего пять шаров у Андрея, три у Валера. Спасибо. 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 Убивающим взглядом сейчас. Посмотрел Валера на стол, обошел поляну, ничего ему на ней не улыбается пока что. Когда я говорил, что со своими руками плохо, я не думал, что настолько плохо, совершенно не попал. Первый телефонный звонок в клубе. Слабовато, конечно, с уровнем бильярдной культуры у нас пока что забывают отключать звонки на мобильных. Спасибо. 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 Субтитры. Спасибо. 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 Это был Андрей. 5 минут, небольшая пауза. Не уходите далеко, скоро продолжим. Спасибо. 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 И как продолжается матч, так и продолжается борьба у нас с интернетом, пока он у меня не появился. И даже несмотря на то, что генеральный секретарь ДКП поменял пароль на Wi-Fi, интернет все равно не появился. Боюсь, конечно, сглазить, но, похоже, исход этой партии решен. Непонятно, что может помешать сейчас Андрею. Уже ничего. 8 шаров и сам себе сейчас выставляет пирамиду. И продолжает играть. Может быть, продлится эта серия. Первая партия Ския на ТВ-столе. С чем вас, собственно, и поздравляю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Слишком предсказуемо, не правда ли? Как я и говорил, партия «Ския» теперь в исполнении Валеры Чижова. Решительно настроен он выиграть этот матч, собирая шары. И его черед разбивать. Поочередный разбой, как вы понимаете, не серийный у нас. Как и на всех официальных международных соревнованиях. Валерий Кузьмин. 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 Продолжение следует... 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 Вера Чижов взял пятиминутную паузу. Не нравится ему ход в течение этого матча. Продолжение следует... 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 Которому очередной раз привет. Станового Анастасия. Продолжение следует. Продолжение следует. Серьезная ошибка россиянина. Вижу, запереживаете. Говорите, что надо брать интернет по кабелю. По нему родимому и берем. С вайфаем тут плоховато. Ольга из Варшавы. Ольга передает всем привет. Привет Варшаве. Это круто, что нас и в Польше смотрят. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.